Правительство пошло всем нам навстречу. Берег турецкий вновь открыло для всех нас. И тут же мы отправились навстречу со Средиземным морем, солнца не боясь. А че бояться? Мы же все привыкли на Средиземном море отдыхать. Поэтому будем здесь загорать и веселиться. И вам докладывать, тишь здесь на море или гладь. Уважаемые любители рок-музыки, вот мы и в Турции. В аэропорту города Даламан. Видите, как важно перед посадкой в самолет выпить за хороший полет и мягкую посадку. Это очень важно. Никогда не забывайте это сделать. Вот у нас и полет был хороший, и посадка мягкая. Спасибо пилотам и стюардессам. Ну какие первые впечатления после прохождения паспортного контроля? Я бы сказал, что турки не сильно по нами соскучились. За время закрытия полетов на турецкие пляжи из-за ковида. Обычно русских туристов встречают люди с табличками, на которых написано либо фамилии, либо название встречающей туркомпании. Здесь же никто не встречал русских рок-звезд. Несмотря на то, что у нас был заказан индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу. Но мы же люди простые, мы же рокеры, мы же из народа. Поэтому мы сами нашли и встречающую туркомпанию, и свой микроавтобус. Просто потратили на это некоторую часть времени своего безмятежного и драгоценного отпуска, который не так часто нам выпадает. По ходу перемещения по аэропорту в поисках своего автобуса наблюдали традиционную восточную картинку. Когда мужики сидят на лавках, пьют чай, обсуждают мировую политику и результаты последнего матча любимой футбольной команды. А женщины в это время разгружают вагоны. Ну или в нашем случае, в случае с аэропортом, работают с туристами. Я спросил у сидящих мужиков с чаем, как тут обстановочка? Говорят, все отлично, погода хорошая, море бархатное, пиво холодное, чай горячий, турецкий кофе по-прежнему крепкий. Русских заждались! Ну соврали, как обычно, турецкая дипломатия. Теперь немного расскажу про аэропорт города Даламанда и про сам город. Городок на самом деле небольшой. Население всего лишь 30 тысяч жителей. Находится он в юго-западной части полуострова Малая Азия, близ побережья Средиземного моря, в провинции Мугла. Но несмотря на свой скромный масштаб, город обладает собственным международным аэропортом, способным принимать большие потоки туристов и дальнемагистральные самолеты. Аэропорт для такого небольшого городка достаточно большой и просторный. Имеет два четырехэтажных терминала. Один для внутренних, другой для международных рейсов. Два нижних этажа в каждом терминале занимает зона прибытия, а верхняя – зона отправления. Как в зоне прилета, так и в зоне вылета имеются и кафе, и магазины дьюти-фри, и прочие сопутствующие ларьки, обменные пункты, прокатные и туристические конторы. Аэропорт был открыт в 1987 году. И с тех пор город Даламан стал одним из крупных туристических хабов, центров в юго-западной Турции, наряду с Бодрумом и Анталией. Аэропорт обслуживает туристов, прибывающих на отдых в Марморис, Дальян, Олю-Денис и Фетхие, куда как раз и прилетела на отдых рок-группа Волощука СД. Аэропорт находится в 7 километрах от Даламана, и в 50 километрах от города Фетхие. То есть добираться нам до своего отеля минут 40-50. Это очень удобно. И на природу местную посмотришь, и утомиться не успеешь. Все-таки добрые люди в аэропорту рассказали, куда нам идти, что стойки туркомпании находятся на улице, и там нам уже все расскажут. И действительно, нам все рассказали, показали, и нас встретил водитель нашего микроавтобуса и провожающий парень, который оказался казахом. Все мы прекрасно знаем, что в Турции, в туристическом бизнесе, работает много людей и из России, и из Украины, и вот как оказалось, и из Казахстана. То есть проблем с общением на русском языке практически нет. К тому же и многие турки уже очень неплохо знают русский язык. Пока едем в отель, немного расскажу вам про эту местность. Так как большинство русских туристов, да и мы сами, в прошлые годы традиционно больше ездили в Анталию. Там и отелей больше, и достопримечательностей, и инфраструктура более развита, и известных артистов с концертами больше приезжает. Но на этот раз мы решили съездить именно в эту часть Турции, в местность вблизи города Фетхия. Что это за местность такая, и чем она отличается от Анталии? Это часть юго-западного побережья Турции, которая находится между Эгейским и Средиземным морем. На восточном берегу залива Фетхии, и окружена горами, склоны которых покрыты кедровыми и сосновыми лесами. Поэтому, несмотря на относительную близость к Анталии, здесь намного более комфортный климат, так как горы закрывают побережья от сухих и горячих ветров, идущих с материковой части страны, а если вернее с полуострова Малая Азия, на котором и расположена основная часть Турции. А ветер с кедровых и сосновых лесов дополняет соленый морской воздух и делает его целебным. Да, здесь может не так развита туристическая инфраструктура, но природа, климат и виды потрясающие. Побережье изрезано множеством впадин и выступающих мысов. Здесь очень много удобных и достаточно глубоких бухт. Не просто так, в этой местности много известных марин, где арендуют стоянки владельцы яхт из многих стран мира, в том числе и из России. В заливах рассыпано множество покрытых лесами островов. Море чистое, ярко-бирюзового цвета. В сочетании с белоснежными яхтами, перед взглядом туриста постоянно образуется красивейшая романтичная панорама. Вот такая вот местность. Посмотрим, как тут отдыхается, какой тут сервис. Как раз мы уже подъезжаем к нашему отелю, который называется Liberty Faber. Как нам сказали в турагентстве, это новый, достаточно компактный и один из лучших в этой местности, пятизвездный отель. С собственным пляжем и бассейнами в виде венецианских каналов. На одном из таких каналов и расположены наши апартаменты. Конечно же, это отель с обслуживанием all-inclusive. Но об отеле мы расскажем вам чуть позже, когда познакомимся со всеми его особенностями. А пока поздороваемся с сотрудниками ресепшн. Посмотрим, как они встречают русских рок-звезд. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Как мы по вам соскучились из-за этого коронавируса. Вот таким красивым девчонкам. И по яркому солнцу. Здравствуйте. Проходите. Куда? Кто нас будет оформлять? Чем нас угостить? А? Чем нас угостить? Чем нас угостить? Айс кофе есть? Да. О, сделайте. Уважаемые любители рок-музыки. Но турки они хитрые, ребята. Видите, они как узнали, что рок-звезда приехала. Ах, да они же хотят автограф получить. Думают, думают, как? Поэтому они хитрые. Они сначала принесли мне айс кофе вкусный. Напоили. Задобрили. И теперь я с удовольствием поставлю им подпись. Мне снижалка, вы знаете. Я на автограф они не жадный. Вот такой вот им прям. Такой крупенький им автограф. Спасибо. Вот, вот. Видите, люди с благодарностью. Спасибо, говорят. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории Иван без цензуры. Расскажет рокер Валащу. Валащу, Валащу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok